Кузнецов Дмитрий Евгеньевич Первое коллекторское бюро предлагает вам выгодную возможность погасить задолженность со скидкой 30%. Какие молодцы! Для бесплатного соединения с консультантом бюро и уточнения подробностей акции нажмите 1. Не дожидайтесь мер принудительного взыскания. Бюро предлагает вам... Нажал 1. Сейчас поговорим. Сейчас, начнем. Кто там жертвы у нас сегодня? Да. Здравствуйте. А вот. Здравствуйте. Я нажал 1. Мне сказал. Робот нажать 1. Кто-то мне позвонил. Алло. Так. А по какой фамилии и почему звонили? Мне позвонило какое-то там агентство по сбору платежей. И мужской голос. Первое коллекторское бюро. Ага. Оно самое... Так. А там называли должника? Называли. Я не пойму, а вы кто? У меня имя отчества. А вы кто? Я. Да. Я специалист проблемной задолженности во Владивостоке. Во Владивостоке? Да. Какие молодцы. И по какому банку вы там взыскиваете из Санкт-Петербурга? Ну, в Санкт-Петербург вообще. Что значит вообще? Мне позвонил какой-то идиот. Переключил на другого идиота. И я должен тут все это самое сейчас. Какой-то отчет давать откуда я? Вы давайте начнем с того, что вы не будете оскорблять. Может, вы тоже такой же идиот. Согласитесь? Не соглашаетесь. Откуда я могу сказать? Я не совершаю идиотские звонки. А вот мне поступил идиотский звонок. Я чем более вы мне перезвонили так-то грубо. Мне позвонили. Да ладно. Я скажу, вы идиот. Мне позвонила какая-то идиотская машинка, переключила на тебя. Ты тут жертва. Пытаешься со мной меня жизнью учить. Считаешь, что я тебе что-то должен, что ли? Да я вас не учу вообще. Я вам нормально вас спросил. Робот говорил, какую фамилию? Мою. А, вашу говорил. У вас задолженность имеется. Какая? Ну ладно. Ты что, первая коллекторская бюро? Ты знаешь, откуда сформировано? Дело. Коллекторское. Слово коллекторское. Дело коллекторское бюро. Оно существует. Можете проверить. Коллектор.ру. Зайдите, посмотрите сайт. Далее что? Ну это... Если у вас какие-то сомнения. 12 лет как существовало, так и существует. Ищи как процветают. Это одно слово только что существует, да? Просветает за счет идиота. Не, оно процветает. Оно процветает. А ты там работаешь, да? Угу. Ты работаешь. Или ты колл-центр просто, ты там удаленный сотрудник? Нет. Почему я выездник? Да ладно. Что, тебе зубы ни разу не выбивали? Да, серьезно. А ты во Владивостоке выезжаешь? Серьезно. А ты во Владивостоке выезжаешь? А ты по какому адресу живешь? А я в Владивостоке 40 лет прожил, я хочу тебя найти, попросить своих людей, чтобы тебе там, ну, пукан прочистили. За то, что ты работаешь с таком ладком. А? В честь чего? Да в честь того, что ты скотина работаешь на такой работе. Ты ущербная личность. А вы почему так оскорбляете? Да потому что я имею на это право. Я работаю адвокатом. Я видел очень много людей. Коллекторство для начала какое? Для начала я тебя пытался объяснить. Коллектор от слова труба, в которой дерьмо течет. Отходы жизнедеятельности организма. У вас понимание просто странное, я вам серьезно говорю. Правда? Да. У вас, которые коллектора ездят и, грубо говоря, вышибают деньги, да? Да. Я соглашусь. Мы решаем цивилизованно. То есть если вы в судебном порядке, ой, в досудебном порядке не хотите решать вопросы, будем решать через суд. Проблемы... Ну ладно, так вот я тебе еще раз повторяю. Конфликта я никакого не хочу. Для чего вы вот провоцируете? Это провоцируете вы. Да, провоцируете. Я в ютюбе выложу, ты посмотришь, да? Ты даже вот мне не представился. Кто ты? Чего ты? Ты просто заявляешь, что ты коллекторская агентка. Еще и номер один. А я заявляю со всей ответственностью, что вот оно ничего не стоит. Вот это ваша номер один. И вы рассчитаны на то, чтобы зацепить не такого, как я, человека с 14-летним стажем работы юриспрудента, адвокатом, который сейчас занимается именно помощью должникам, попавшим в трудную финансовую ситуацию. А ты надеешься, что тебе на кнопочку один нажмет бабушка какая-нибудь, которую ты со всей степенью твоей вот мнимой, гнилой ответственности разведешь на деньги. Вы не правы. Да ладно тебе, я что, думаешь, я первый раз с коллекторами общаюсь, что ли? А с другой стороны, может быть, я и не прав. Я не знаю, с какими вы дома общались, как бы, не знаю. С такими же, как и ты. Мы идем на встречу, во-первых. А как ты можешь пойти на встречу, если твоя задача просто вылупить деньги? Вот просто вылупить из человека последнее. Вот какая твоя задача? Да потому что люди платят последнее. Ты же начнешь пугать судебными приставами, выездными инспекциями. Ты же вот этим начнешь пугать. Подождите, зачем я буду пугать, если я потом с приставом совместно приеду? На каком основании ты приедешь? В законном порядке все. А ну, объясни мне, только я тебя сейчас предупреждаю. Судебный приказ получу. Судебный приказ получу. Представительство у меня есть в Владивостоке. Какое? Выйду, значит, на адрес. Зачем ты там нужен? Проблема. Ты зачем там нужен? Ты зачем там нужен? Ты что, правоприемник? Ты максимум по агентскому договору можешь работать. Максимум. Да, я не по агентскому договору. Что, по договору сессии, что ли? Вы сами не знаете, как и что. Да, я еще раз говорю, 14 лет юридической практики. Я сейчас не пытаюсь права качать, я тебя пытаюсь, дружок, на место поставить, что ты работаешь на стрёмной работе. Да, мне на него не надо вставить. Да ладно, не хочешь не вставать. Я знаю, где я работаю. Но ты же прячешься. Надо мне рассказывать. Вот ты скажи свой адрес. Ты встретишься с людьми легко и просто? Вот я сейчас соберу из-за того, как твоих клиентов. Ну, допустим, да. Я сейчас соберу несколько человек, клиентов, которых такие, как ты, ну, собственно говоря, попортили им жизнь. И они с удовольствием согласятся с тобой встретиться. И ты им лично сможешь объяснить твою позицию? Начнем с того, кому я жизнь порчу. Да ты, если еще не успел, то твое счастье. А если ты как минимум год работаешь в этой структуре, то ты уже успел попортить людям жизнь. А откуда вы знаете, что я год работаю? Я, допустим, предположил. Если ты недавно работаешь, то я тебе рекомендую покинуть это место. Потому что я тебе, как специалист, заявляю, что на этом месте работают только мрази. И у тебя еще есть шанс этой мразью не стать. Если ты уже стал, то больше у тебя шансов нет. Так вот я тебе еще раз повторяю. Я сейчас в Владивостоке могу собрать человек 10 легко с помощью двух-трех звонков. И они захотят с тобой встретиться. Вот с тобой лично. За мной захотят встретиться. Да, вот с коллектором, с представителем коллекторской службы. Захотят встретиться, чтобы тебе клаку прочистить. Любыми способами доступными. Давай свой адрес. Я вам, знаете, что желаю тогда? Да нет, я с вами даже встречаться не буду. Я вам желаю вот реально попасть на коллектора. Ну вот на реального просто коллектора. Не чем я занимаюсь непосредственно. Вот с такими вот, как вы разговаривали. А, который приедет вам и расскажет. Слушай сюда. Я занимаюсь 14 лет адвокатской практикой. Я делаю то, что помогаю людям, пропавшим в трудную финансовую ситуацию. Этих коллекторов в своей жизни. Я смотрелся море. Я вообще, я как бы, я рад за вас. Ну на самом деле, я рад за вас. Ты мне желаешь то, что я уже давным-давно пропустил. Уже в своей жизни. Понимаешь? Ел и знаешь, что сделал с этим делом. И мне любой коллектор похер. Вот, в том числе, я изо всех сил стремлюсь сделать так, чтобы вас было меньше. Чтобы людям вы жизнь не портили. Ты знаешь, сколько людей покончили жизнь самоубийством. Благодаря таким, как ты, может быть, ты и справедливый коллектор. Но такие термины не сопоставимые. А в чем твоя справедливость? Объясни. Я работаю в рамках закона, я могу сказать. Да понимаешь ли ты в рамках... Адвокат, вы меня должны понимать. Я понимаю тебя, но я... Вы провокируете, вы оскорбляете. Очень сильно сомневаюсь. Я с вами нормально разговариваю. Да ты сам выбор. Это твой выбор. Это твой выбор, да. Может быть, не все тебя оскорбляют, потому что они знают. Но это твой выбор. Чем больше будешь работать, тем чаще будешь попадать на людей, которые будут тебя оскорблять. Вы имели с первым коллекторским игром вообще связывались? Я как только слышу слово коллекторский, я понимаю, в чем тут дело. Вот вы мне звоните, понимаете, уже провоцировали меня на вот такой формат общения. Потому что у вас нет ни одного документа, подтверждающих ваше право. Почему нет? Что у вас есть? Ты даже не знаешь, кто я. Фамилию мою даже не знаешь. А звонок поступил. Специальный орган есть. Вы знаете, такое, напка есть? Такая. Агентский договор, номер договора и доверенность. Сообщи мне номер доверенности. И когда заключен агентский договор с банком, ты даже не знаешь, по какому банку и звонок произошел, и кому. Ты даже сейчас со мной разговариваешь, и понятия не имеешь, с кем ты разговариваешь. А почему мне приходят звонки в час ночи? Почему мне сейчас пришел звонок от вашего первого коллекторского игру? Какое вы имели право это делать? Откуда вы взяли информацию, в конце концов, обо мне? Ну скажи мне, пожалуйста, ты работаешь. Я могу долг за перекупаясь. Я понимаю, что если договор заключен, а где информация от банка, что право требования передано на третьем лицу, и банк не имеет ко мне более никаких претензий. А почему я должен спрашивать, если у меня звонки? Так вот, слушай меня, ты работаешь сейчас в формате мошенников. Если у тебя в методичке написано, вот эти вот аргументы выкладывать, эти аргументы расшибаются в доску в течение вот этой минуты, которую я тебе сейчас сообщил. Принципиал, это банк. Так вот, принципиал должен нести на себе ответственность в части уведомления основного контрагента, меня, о том, что право требования передано третьему лицу. Запомни это, раз оно всегда иначе, то, что сейчас происходит. Да, я это прекрасно знаю, у меня само юридическое образование. Да ладно, что ты заканчивал? Что ты заканчивал, скажи мне? Ну не важно. Да ладно, нет никакого у тебя юридического образования, понятно? Я есть юридическое образование. Ну скажи аббревиатуру ВУЗа. Аббревиатуру ВУЗа? А ты знаешь, что такое аббревиатура? Ну, конечно знаю. Ну так вот скажи аббревиатуру ВУЗа. Что такое аббревиатура? Я не могу свою информацию сказать тебе. Скажи хотя бы тогда, как ты понимаешь слово аббревиатура. Не знаешь, аббревиатура это первые заглавные буквы. Как СССР это аббревиатура. Да я в курсе, я знаю. А теперь ты в курсе, конечно. Да я не знаю, вы меня просто выставляете таким, знаете, не грамотно. Я тебе сообщаю, это твой выбор. Я тебе, дружок, рекомендую, судя по голосу, тебе там от силы лет 25. Я тебе рекомендую, зажмурившись, бежать с этой работы. Потому что рано или поздно, а во Владивостоке это точно произойдет. Я тебе говорю, я 40 лет прожил и в 90-е годы мне было столько, сколько тебе. Я знаю, что тебе грозит. Понимаешь? Что мне грозит? Лучше тебе не знать. Я-то знаю. Если тебя поймает кто-нибудь, даже с моей подачи, весело тебе придется потом вспоминать этот день. Понимаешь? Вот если бы ты представился и был бы там настоящим мужиком. Да потому что, в честь всего, потому что ты работаешь на мерзкой работе. Понимаешь? И ты ставишь себе целью заработать на несчастье людей. А в курсе, вы знаете, что разные ситуации в жизни моей бывают? Я знаю, поверьте, на белом свете живу 43 года. Я не знаю, какая твоя ситуация, которая может оправдать твой выиграл работы в организации созвучной термину труба, по которой течет дерьмо. Понимаешь? Вот это вот я тебе добрый совет. Что, не факт, что слово коллектор от слова коллектор? Ну, слышал коллектор? Ты не коллектор, начнем с этого. А кто ты? А ты работаешь в коллекторской службе. По сути, ты часть той... Нет, в службе отставляют только в комагентстве. Но ты часть этой трубы. Вот, то есть, понимаешь, сквозь тебя течет дерьмо. И ты добровольно с этим соглашаешься. По понятиям это стремно. А вы в курсе, что законопроекты принимаются или нет? Я в курсе. Я в курсе. Но я тебе сейчас говорю личный формат. Я личный формат и озвучиваю. Если ты нормальный человек, у тебя еще есть шанс с этой работы свалить. Потому что все равно, что бы там ни принималось... Вы мне советуете? Я тебе рекомендую. А твое дело прислушаться меня к моим советам или рекомендациями. Потому что если ты вдруг этого не сделаешь, ты очень скоро пожалеешь. Конечно, если у тебя совесть. Если я чувствую, что у тебя там есть, просто ты, скажем так, не размыслил, как следует, куда ты пошел. За легкими деньгами ты пошел. Они, может быть, там и легкие. Но за счет чего эти деньги у тебя появятся, это уже дело десятое. А появятся они у тебя за счет того, что ты будешь людям жизнь портить. Достойным, хорошим, которые попали в сложную финансовую ситуацию. Да, конечно, есть люди, которые берут деньги и не отдают это заведомо. Но большинство людей совершенно по-другому рассчитывают свою финансовую возможность и живут в этой стране поганой. Такой момент. Так, а мы, получается, что делаем-то? Мы загоняем еще людей в яму, да? Конечно. В вашем мнении. Ты же понимаешь, что тебе твои руководители рассказывали, как устроена работа коллекторского агентства. Или ты не знаешь этого? Я, конечно, знаю это. Не, ну ты знаешь только, да? Ну, смотрите, хорошо. Человек попадает в сложную ситуацию, да? Потому что мы идем ему навстречу. Смотрим его финансовые возможности, да? И начинаете его склонять к платежам. Нет. И когда у вас заключен агентский договор, даже человек, платя деньги в банк, все равно не знает, что, как в лучшем случае, процентов 50 уходит на вас, на коллекторов, а остальные 50% остаются в банке. Нет, подождите, а вы с чем говорите, агентский договор получишь? Нет, ну если логинский договор, если по договору тессии, если вы выкупили долги, то, конечно, вы имеете... Время, по тессии. Ну, давай не времени, а. Договор тессии сейчас не заключается вообще практически. Если не заключается, то очень-очень редко. А в суде некредитное учреждение, ну, мало шансов имеет на взыскание по долгу. То есть вы имеете право... Давайте с вами, знаете, с каким способом поступим с вами. Вы зайдете на сайт, там все подробно описано, как мы это делаем. Я вам объясняю. Организация покупает долги по договору тессии банковские непосредственно. Так вот, слушай, если организация выкупила долг, банк в первую очередь должен известить клиента о том, что более не имеет к нему претензий. Если этого документа нет, все остальное фиксит. Пока клиент не будет извещен толком, я допускаю, что вы это делаете. Может быть, с маленькой долей вероятности, но в суде-то у вас шансов не будет, и вы рассчитываете только на досудебное взыскание. Причем выкупаете долг за копейки. За копейки, там, в лучшем случае процентов за 10. В лучшем случае для банка, а так еще меньше. И рассчитываете... Да потому что в суде у вас шансов не будет. Так это если человек не защищается. Если человек не защищается... Суды все выигрывают. А что толку? Ну выиграли вы суд, а дальше исполнительное производство. У человека по исполнительному производству нечего взять. Судебный пристав исполнитель должен в первую очередь... Послушай, пожалуйста, меня. Пожалуйста, послушай. Судебный пристав исполнитель в первую очередь должен смотреть не на сумму долга, а на возможности должника. Если клиент обращается в такую организацию, как наша, мы все сделаем для того, чтобы исполнительное производство прекратить. Либо сформировать комфортный для клиента платеж, ну допустим, рублей 500 в месяц. Тем самым создадим вам условия, когда вам будет выгодно отказаться самим от претензий. Более того, мы еще посмотрим, есть ли у вас право законное на взыскание. Так как вы третье лицо, и должным образом банк не уведомил клиента нашего. И самое главное, самое главное, у вас нет лицензии Центробанка. И делегировать вам право взыскания по долгу банк, конечно, может. Но он заведомо понимает, что он вас подставляет, ваших руководителей. Я, конечно, подозреваю, что у вас есть, может быть, какие-то юристы в штате. Но так или иначе... Отлично, супер. Дело не в этом. Дело в том, что расчет основной на взыскание в досудетке, вот на что основной расчет. В суде шансов мало. Практически нет, если только человек... Нет, конечно, если человек вообще ничего не понимает, то с него взыскать можно. Если человек обращается за защитой... А у вас как непосредственная организация называют? Это не твое дело. Себе это не возьмете? Работать? Не, а вы умные вещи, так-то говорите, я не ответаю. Ну, вот я тебе говорю, а зачем тебе назовут? Ну, хорошо, компания называется АЛЯМ. Очень известная. Один из крупнейших... АЛЯМ? Один из крупнейших юридических операторов на территории России. Замечательно. Вам юристы не требуются? Не-не-не, таких, как ты, мы не возьмем. Очень хорошо, что ты засомневался в своей работе. Очень хорошо, что ты засомневался в своей работе. Я не засомневался. Тогда тем более, сейчас был тест, если бы ты сказал, да, я засомневался, я бы тебе предложил, куда написать, чтобы взять тебя удаленным сотрудником. Но ты обосрал все свои возможности. Давай все. Работай там, где ты работаешь. Удачи. Удачи.